Добрый вечер. Последний день лета автор и ведущая программы «Жажда жизни» Ирина Евгеньевна Ясина поставила в проекте точку. Но я хочу исправить эту точку на многоточие, потому что я очень благодарна Ирине Ясиной за начало этого проекта, за ее теорию малых дел, которая побудила меня продолжить эту историю. Давайте знакомиться. Меня зовут Катерина Романова, я главный редактор и генеральный директор радиостанции «Финам-ФМ». А теперь еще и автор и ведущая программы «Жажда жизни», где мы будем рассказывать истории о людях, чья жажда жизни может вызвать впечатление. Но не то впечатление грусти или радости, а другое впечатление, побуждающее к действию. То, что может заставить поверить в себя и свои силы, спасти себя или того, кому нужнее. В общем, сегодня у меня как раз такая гостья, чья жажда жизни не позволила страшной болезни сломать судьбы юной девушки. Алина Беспалова, здравствуйте. Здравствуйте. Алин, как началась ваша история? Ну, она началась в прошлом году, в марте, как раз 1 марта, первый день весны. И я почувствовала, что идти в университет как-то очень не хочется, хотя я обычно делаю это с огромным удовольствием, но и какая-то слабость, ну как будто грипп, но не грипп. Вот. И... Обычное недомогание. Обычное недомогание, да, так и есть. И я пыталась какие-то там колдрексы, не колдрексы, что-то такое себе заварить, но ничего не помогало. И с каждым днём становилось как будто тяжелее делать привычные вещи, тяжелее идти на кухню, не знаю, сделать себе яичницу, или там сходить, прочитать книжку, просто как будто информация пролетает мимо. И такое развитие было в течение четырёх дней, после чего я поняла, что я совсем не хочу вставать и совсем не хочу двигаться. То есть как будто всё движение, которое кажется для людей привычным, оно потеряло смысл и потеряло какую-то, даже не знаю, как сказать... Может быть цель, может быть значение. Ну да, а впоследствии как-то так получилось, что оно потеряло возможность. А как вы это ощущали? То есть просто не хочу, просто нет желания идти учиться? То есть какая-то такая, может быть, лень, да. Нет, это как будто температура 40, когда очень тяжело пойти куда-то, что-то сделать, что-то написать. То есть каждое движение, оно просто с огромным трудом. Как будто мышцы все становятся очень слабыми, как будто поднимаешь не руку, а гирю со 40 килограмм. Я не знаю, похоже на такое ощущение. Сколько вам было лет в тот момент? Мне было 18. 18 лет. А ощущение, что вы старинная бабушка, которой просто не хватает уже жизненных сил. Да, так и есть. А что вы предприняли, что вы почувствовали, куда вы обратились? Я позвонила в поликлинику. Я как законопослушный студент всегда, когда заболеваю, звоню в поликлинику. Ко мне пришла врач, провела какие-то свои странные-странные тесты. И в итоге она ушла и сказала, что я симулирую. Так было странно, потому что я-то все чувствую. Я чувствую, что мне тяжело... Я не могу поднять ноги, руки. Да, я не могу поднять ноги, мне сложно дойти до кухни. Она говорит, что я симулирую, не хочу ходить в университет. Это, конечно, было очень забавно, но... А вы на первом курсе учились? Да. Как раз сдала сессию, и только начался второй семестр. Какую специальность вы выбрали? Социальная психология. Социальная психология – это такая наука, с одной стороны, очень интересная, с другой стороны, достаточно закрытая для обычного человека. Почему вы выбрали именно эту специальность? Ну, сначала я хотела пойти на экономический, но потом я поняла, что мне хочется уклон для людей, чтобы делать что-то хорошее для людей. Когда ты экономист, очень сложно сделать что-то во благо. Когда ты социальный психолог, ты, понимая чувства и мысли людей, каких-то, как у нас говорят, социальных групп, можешь делать что-то хорошее. Масштаб действия большой, да? Масштаб позитивного действия. Позитивного действия – это очень важно. И вот получилось, что вы поступили, вы воплотили свою мечту в жизнь, вы начали обучаться теории того образования, которое может вам помочь потом в жизни делать эти благие дела. И вдруг, через полгода после первой сессии, с вами происходит ситуация, когда вы не можете. Когда вы не можете встать, не можете пойти в институт. Страшно было? Скорее, непонятно. Страшно. Страшно не то, что происходит, а странно то, что я не понимаю, почему такое происходит. То есть даже если, ну, казалось бы, кто авторитетнее врача, может сказать тебе о своём теле. А даже врач говорит, что я симулирую. Я не знаю, что с тобой происходит, ты симулируешь. Да. И вот это скорее страшно. Было обидно, да. И что вы хотели сделать? Ну, может быть, с этим врачом? С этим врачом мне, на самом деле, откровенно говоря, было абсолютно не до этого врача. Если говорить, допустим, о моём дедушке, то он был ужасно раздосадован. Он рвал и металл, потому что он понимал, что это не просто, не знаю, моя выдумка. И его заботили именно какие-то кары этого врача. Но меня, откровенно говоря, заботило, что будет дальше. Потому что я понимала, что с каждым днём становится всё хуже. И надо что-то делать. И надо что-то делать, потому что хуже-то... Мне. Ну, хуже, во-первых, мне. А во-вторых, у всякого хуже только один результат. И что вы стали делать? Вот, слава богу, у моих родителей был знакомый врач, невролог. И она на следующий день уже... Я заболела во вторник, то есть уже в среду я не пошла в университет. Вот, в среду ко мне пришёл врач. В четверг... А в четверг пришла моя знакомая, вот эта вот доктор. Она сказала, что это синдром Гиеннабарея, что это очень серьёзно, и что надо ложиться в больницу. Я очень не хотела ложиться в больницу. Я ненавижу это место. Я могу вас понять, но здесь я возьму небольшую паузку, пока вы переживаете ваши воспоминания, и расскажу слушателям, что такое диагноз Гиеннабарея. Это острый полирадикулит. Это заболевание аутоиммунной системы, когда появляются нарушения чувствительности, появляются вегетативные расстройства, когда перенесённая когда-то инфекция начинает ломать изнутри организм, и заставляет этот организм бороться с самим собой, по сути. И вызывает такую аутоиммунную реакцию, когда иммунитет очень сильно снижается, но при этом поражает собственные клетки. И заболевание... Заболевание, вся странность и редкость этого заболевания заключается в том, что оно сопровождается вот такой мышечной слабостью, той, которую описывает нам Алина, в мышцах ног, в мышцах рук. Когда с ног начинается, в редких случаях с рук начинается слабость. Дальше эта слабость распространяется на всё тело. Потом слабость появляется в дыхательных мышцах, в бульбарных мышцах, в мимических мышцах. Нередки боли в спине, плечевом, тазовом поясе. Вся эта боль радиирует по нервным корешкам через позвоночник и появляются симптомы натяжения мышц по всему телу. Часто отмечаются разные вегетативные нарушения, как изменение артериального давления, повышение, понижение этого давления, тахикардия, брадиотритмия. В общем, набор симптомов, который не может не то, что озаботить человека, а просто обессиливает этого человека полностью. И самое опасное, что, достигнув пика, эта болезнь может в своём пике вызвать вплоть до остановки сердца. Так вот, достигнув пика, симптоматика стабилизируется, начинается восстановление, которое потом не менее двух лет мучает больного в том случае, если его прогноз был благоприятный. Он выжил, и его организм не запустил никакой смертоносной реакции. Так вот, смерть, возможно, от дыхательной недостаточности. Она связана с параличом дыхательного или бульбарного нерва. Ну, представьте себе, когда язык, подъязычные мышцы, глоточные мышцы фактически атрофируются, они не могут работать, не могут действовать. Соответственно, эти все реакции очень опасны для здоровья. И можно порадоваться за нашу медицину, всеобщую, мировую, да, что в 21 веке, благодаря современным методам интенсивной терапии, и в основном это самый главный метод искусственной вентиляции легких, смерть снизилась до 5% случаев. Но даже в легких случаях к этому симптому гиенобаре нужно относиться очень серьезно, крайне серьезно, ввиду того, что это заболевание может очень быстро развиваться и нести вот такие опасные формы и тяжелые последствия. Обязательно срочная госпитализация больных, причем в отделении интенсивной терапии. Именно так продолжилась ваша история? Да, при анимации интенсивной терапии. И как вам там жилось? Ну, это очень интересно, на самом деле, как я попала в реанимацию интенсивной терапии, потому что, ну, когда меня госпитализировали, было уже пятница, все порядочные врачи уже пошли домой, смотреть телевизор к семье. вот, и я попала в больницу довольно неплохую, вот, и меня положили в реанимацию, но, во-первых, меня вообще не лечили, и на меня вообще не обращали внимания, потому что меня туда положили, просто потому что не было нигде других мест. Классе надо было куда-то, не в коридор же, и меня два дня буквально подзабили, если так можно сказать. Ну, то есть к вам не приходили? Не приходили, не смотрели. Не обследовали? Не обследовали, а между тем мне было очень... Я не могла уже садиться и делать какие-то, ну, не говоря уже о том, что вставать или не знаю, ходить. Ну, то есть болезнь уже прогрессировала, и прогрессировала очень быстро. Очень быстро и стремительно, и было реально страшно. Вот в этом моменте вам стало страшно? Вот в этом моменте, потому что, ну... Я в реанимации, казалось бы, где еще неотложная помощь? Да. Где еще человеческое врачебное сочувствие? Он на тебя не обращает внимания, и ты уже не можешь садиться, и кушать тоже сложно, и все делать сложно. И между тем на тебя вообще не обращает внимания. Это, мне кажется, было очень страшно. Хорошо. Когда к вам стали подходить, наступил понедельник? Ну да, наступил понедельник. Мне сделали какие-то начальные тесты. Сказали, что у меня не рак мозга, вот, и не рассеянный склероз. Это было... Это вызвало облегчение? На самом деле нет, потому что было интересно тогда, что у меня. Потому что если нет... Но рак мозга и рассеянный склероз, это такие заболевания серьезные, неизлечимые, в общем-то, практически. А, по крайней мере, рак еще можно надеяться, а рассеянный склероз – такое серьезное заболевание. Но, тем не менее, вам их не поставили, облегчения не возникло, потому что болезнь прогрессировала, и все равно было страшно. Конечно. И тогда меня повезли в клинику Бурденко. Вот. Мы сделали там некие тесты, там, по-моему, называется МРТ, магнитно-резонансная томография. И собрал... Вышел врач к моим родителям. Сказал, вы знаете, я не понимаю, что с ним происходит, потому что аппаратура показывает, что она здорова. Он говорит, а что не ходит тогда? Вот. И врач говорил, вы знаете, ну, мы через неделю соберем консилиум, мы соберемся, обсудим все. Через неделю? Через неделю. Вот. Мама очень забеспокоилась, меня вывезли в коридор, и очень необычно подошел врач, он бывает только два часа в неделю, и сказал, вы знаете, поехали со мной, я, мне кажется, я знаю, что это такое, давайте я проведу быстро свои тесты, и мне кажется, я знаю, что это, и у меня аспирантка писала об этом диссертацию, и у меня есть связи с Институтом неврологии, и давайте я все сделаю сам сейчас. И постараюсь вам помочь. И постараюсь вам помочь. Надежда появилась? Конечно. Об этом, об этой надежде, о продолжении этой истории через несколько минут. И снова здравствуйте. У меня в гостях Алина Беспалова, девушка, чья жажда жизни не позволила страшной болезни сломать ее судьбы. О том, как боролась, и как, в общем-то, попала в эту ситуацию сегодняшняя наша программа. Итак, диагноз Гена Борре появился не сразу. Попав в реанимационное отделение, девушку обследовали врачи этого отделения, и не могли поставить диагноз. Нашелся тот самый спаситель, который один раз в неделю на два часа приходил в это отделение, видимо, за какими-то консультациями, и он предложил помочь. Вот что он сделал? Он позвонил в институт неврологии и попросил свою аспирантку, которая сейчас там работает уже как полноценный прекрасный врач, дать мне место. Потому что там запись расписана буквально на полгода вперед. И попасть в эту клинику невозможно просто так вот. В реанимацию очень сложно. И очень дорого. А он попросил, и она не смогла ему отказать. И буквально в считанные часы я уже была там. То есть это была доброта? Вот это просто врач, который обратил внимание на вас и предложил вам свою помощь, потому что мог ее оказать. Мне кажется, в любом случае нельзя сказать, что это только врач. Потому что сама профессия врача, это уже какой-то, не знаю, спаситель, что ли. И мне кажется, что для него было важно именно помочь человеку, помочь сделать жизнь лучше, длиннее, счастливее, полноценнее. Но так и случилось. Ну поэтому вы его и называете спаситель. Конечно. Хорошо. И так вы попали в отделение реанимации, института неврологии. Правильно я понимаю? И что с вами было там? Там мне сделали различные, различные процедуры со мной, всякие проделывали. Вам испытывали ваши мышцы, проверяли, где они работают, где они не справляются с своей работой, да? Ну да, это было несложно, потому что на тот момент уже не очень много что работало. А что было на тот момент с телом? На тот момент мне уже было очень тяжело поджимать коленки, даже чтобы поставить, чтобы удобнее было читать книжку. Мне было тяжело. То есть даже лёжа вы не могли поднять колени вверх? Да. Мне было очень сложно держать кружку. Я не могла уже тогда садиться. И даже глотать мне было уже очень тяжело. И всё это состояние у вас за какой период времени? От начала болезни до попадания в института неврологии? Со среды по вторник. То есть это неделя? Неделя. За неделю вот так спрогрессировала ваша болезнь, а врачи никак не могли найти причины. На это? Да. Хорошо. Но появился спаситель, и вы получили надежду. Тем не менее, когда вас обследовали, что сказали вам врачи института неврологии? Сказали, что это очень серьёзная болезнь, и что, несмотря на то, что она практически у всех, кто к ним попадает, она излечивается, но это может занять от 2 до 5 лет. Но надо признать, что 2-5 лет никак не входило в мои планы, реабилитация. Вообще в ваши жизненные планы не входило 5 лет находиться в таком состоянии, да? Да. Это явилось причиной для возбуждения внутри какого-то страстного желания бороться? Конечно, конечно. Именно это. То есть я не вписываюсь в эту историю. Это не моя жизнь. Это не моя жизнь, это не моя история, это не моё. Я не знаю, почему это происходит, но этого не должно происходить, и это надо как можно быстрее что-то с этим сделать. И что было дальше? Дальше была куча-куча бутылок иммуноглобулина, которые в меня вливали, скажем так. Ко мне приходили врачи-реабилитологи, массажисты. Это было всегда для меня большой радостью, потому что в реанимации все ходят хмурые, такие недовольные, а врачи-реабилитологи, они всегда позитивные, всегда с какими-то приятными шуточками, привалуточками. Я их всегда очень ждала. Они вселяют надежду ещё больше? Конечно. Надежды на выздоровление? Да, потому что раз они возятся и заставляют тебя делать гимнастику, значит, они верят, что ты поправишься. Ну, мы поподробнее о гимнастике поговорим чуть позже, а пока для понимания слушателей, в том числе, как проходит заболевание лечения, вот нельзя много говорить, да, потому что дыхательные мышцы глотки участвуют в этом процессе. Нельзя кушать, да, обычным путём, то есть еда была через трубочку какое-то время. Это только по началу? Ну, по началу. Тем не менее, это самое острое начало в вашей истории. Для лечения назначают плазмоферез и иммуноглобулины, то есть чистят кровь и заливают большие дозы иммуноглобулинов, которые восстанавливают иммунную систему. Правильно? Ну, или-или. Или-или. Что ещё делали? Что ещё делали для того, чтобы ускорить? Назначили гормоны, например? Да, но мы быстро от них отошли. Отказались? Ну, врачи сами их сняли. То есть попробовали, нет эффекта и убрали? Я не знаю, по какой причине их убрали, но их убрали. Кортикостероиды вообще, в принципе, не всегда помогают, поэтому, когда нет эффекта, какой смысл мучить организм? Совершенно согласна. А вот было в вашем случае закапывание глазных капель, например? Нет. То есть ваша роговица, слава богу, не подвергалась никаким атакам. Делали вам электростимуляцию? Да, но это уже было после. Это уже, когда началась реабилитация. Поначалу нет. Интересный момент этого заболевания, что оно прогрессирует очень быстро, доходит своего пика, а потом отступает. И вот здесь начинается как раз этот процесс, который вы называете реабилитацией. То есть всё, болезнь сделала своё чёрное дело, теперь надо восстанавливаться. Как этот процесс проходил? Что вы делали? Надо сказать, что, несмотря на то, что в марте мне уже предложили всё лечение, которое было необходимо на тот момент, тем не менее, мне всё равно становилось хуже. Медленнее, но хуже. То есть иммуноглобулины он, конечно, замедлил, но он не дал выздоровления. И вплоть до июня мне остановилось потихонечку, но всё равно я чувствовала, что что-то происходит именно в сторону ухудшения. А как это вы чувствовали? То есть слабость усиливалась, не было возможности делать ещё какие-то... То есть каждый какой-то день, неделя в вашей жизни она всё время отягощалась этим состоянием? Ну, да, и так, конечно. Но, допустим, у меня были подвержены нападку моего же организма мимические мышцы. Они, конечно, довольно быстро стали восстанавливаться. Но если говорить о ногах, то в них, если сначала было какое-то минимальное движение, то к июню оно становилось слабее и хуже, так же, как и спина. И всё больше сил требовалось для того, чтобы сделать какое-то движение? Ну, скорее, их просто не было на него. То есть не было сил совершенно? То есть вы были лежачим совершенно человеком? 18 лет. 18 лет. Ужас. Что было дальше? Магнитотерапия, массаж, электростимуляция? Пока я лежала в институте неврологии, меня потом перевели уже из реанимации в обычное отделение. Это, конечно, было приятно. У меня появилась прекрасная подруга. Она была моей сиделкой. И мы с ней очень спелись. Она прекрасна. Она всегда мне помогала, защищала меня от всех, отбивала. И какая-то именно жизнь с той стороны больницы ко мне ворвалась. И было очень приятно. Потому что самое главное — это чувствовать позитив, поддержку других людей. Потому что когда уже своих сил нету, надо хоть чувствовать чьи-то. Надо во что-то верить. Надо во что-то верить, чтобы кто-то помогал. Ну вот вы говорите, вам помогали подруга-сиделка, которая изначально была сиделкой, потом стала подругой. Вам помогал доктор-спаситель, который на два часа приходил в поликлинику, и его аспирантка, которая стала прекрасным врачом. А родители? Как они к этому относились? Ну, маме было очень сложно. Она очень сильный человек, но ей было очень сложно смириться с этим. Потому что у врачей всегда очень негативные прогнозы. Потому что, ну, как мне кажется, им сложнее подготовить к чему-то страшному, нежели чем-то надежно, чем-то хорошим и быстрым. А вы считаете, что маме надо было смириться? Я считаю, что ей нужно было не верить врачам. Я сама никогда не верила врачам. То есть основной это не верить в диагноз, да? Основной не верить в их прогнозы. Можно верить в диагноз, но тот факт, что ни в одном книжном писании, ни в одном учебнике, ни в одном справочнике не написано про личные качества больного, уже заставляет меня не верить в эти прогнозы по реабилитации и лечению. Потому что, мне кажется, что самое главное, это не то, как врачи тебя лечат, это как ты сам хочешь... К этому относишься. К этому относишься и хочешь выздороветь. То есть в вас появилось вот это сильное внутреннее ощущение, которое можно назвать верой в выздоровление, так? Да, я ни на секунду не сомневалась, что я выздоровлю раньше, чем через два года. Это хорошая история, это здорово помогает. Но тем не менее вы лежали бездвиженно. И как эта вера в вас укреплялась или рассеивалась? Как происходило? Ну, наверное, это было очень сложно до июня, поскольку мне становилось хуже. Что произошло в июне? В июне моя мама забрала меня на дачу из больницы. Это было прекрасно, это был просто самый счастливый момент в моей жизни на тот период. То есть вы кроме стен начали видеть какие-то живые организмы? Да, я поехала на дачу, ко мне приходили мои друзья и чудесная врач. Она живёт как раз рядом с моей дачей. Её зовут Добрая Волшебница, потому что она... Я не знаю, что она делала, но мне от того, что она делала, становилось лучше. И я прям чувствовала, что, может быть, это какая-то позитивная энергия. Может, она... Я не знала. Но она заражала вас вот этой позитивной энергией? Она помогала вам верить в свои силы? Конечно. Но самое важное, что она для меня сделала, она запретила всем меня жалеть. И это было прекрасно, потому что самое жуткое во всей этой истории было то, что меня постоянно жалели. Невозможно выздоравливать, когда все постоянно говорят, как я, ты бедная и несчастная. Просто с этим бороться сложно, потому что постепенно начинаешь сам уже верить, что ты действительно бедный и действительно несчастный. Вот какой совет бы вы дали родителям и людям, которые находятся рядом с больными? Я думаю, что самое важное, это не считать своего ребёнка или близкого человека, который попал в такую ситуацию больным. Я считаю, что, в принципе, к этому не надо относиться как к беде, или как к горю, или как, я не знаю, к чему-то негативу. К безоходной ситуации. К безоходной ситуации. Я считаю, что это своего рода испытание, которое всегда можно преодолеть. Нет такой болезни, как мне кажется, которую нельзя вылечить. А вы верите в Бог? Конечно. Вы просили Его? Да. Как часто? Я именно про молитвы скорее нет, но то, что есть что-то, что сильнее меня, и я в это верила, и всегда говорила, скорее бы это всё закончится, потому что я так хочу на море. То есть вот это вот ожидание, ощущение возможности поехать на море, оно было движимой силой? Да. Как было целью? Да, я каждый вечер представляла себя, как я бегу по пляжу, или как я танцую, или как я, не знаю, прыгаю с парашюта, что-то вроде этого. И такое впечатление, что каждая мышца моего тела в это верила и отзывалась на это. А как она отзывалась? Вы ощущали какое-то движение мышц? Она как будто чувствовала то напряжение, где она должна быть в момент этого действия. То есть вот это мышечное физическое напряжение, которое возникает в процессе, да? Да. Или, знаете, когда пилоты тренируются, они ночью, или когда не летают, они руками, закрытыми глазами показывают виражи. И я так же делала. Я представляла, что я танцую. И сначала это было сложно, но потом я включала музыку себе в наушниках и закрывала глаза. Да. И я уже в конечном счете начала в это верить. И вот когда вы поверили, когда поверили ваши мышцы, вот ваш мозг, он поверил в то, что вы двигаетесь, но тело лежало. Когда случился этот переломный момент, когда и мышцы поверили? После дачи, на которой меня отвезла моя мама... Вы лето провели там? Нет. Я поехала в реабилитационный центр в Солнечногорске. И там меня мучили. Мне делали гимнастику. Ну как мучили? То есть гимнастика была мучением? Ну да. Любые физические упражнения были мучением? Да. Но это было приятно, потому что что-то получалось, я видела это, но это было очень тяжело. Это было больно? Больно было после. Когда мышцы оживают, всё становится очень колючим, неприятно, всё болит, всё, не знаю, причиняет ужасное недомогание. Это очень сложно. Но тем не менее, это же уже ощущения мышечные. То есть от этого было приятно, радостно, от этого укреплялась надежда. Ну чё-то укреплялась, как я видела движение. От боли как-то редко радостно. Не сильно помогала. Ну хорошо. Вот первое ваше движение это было какое? Я начала улыбаться. То есть вернулась мимическая мимика лица? Мимика лица. Я даже, когда в реанимации лежала, я просила маму приносить мне косметику, просила приносить мне расчески, всякие кремики, потому что, ну иначе совсем было тухло. Ну то есть надо было себя как-то поддерживать и продолжать жить той жизнью, которая была до заболевания. Да. Возвращаясь к вопросу о том, когда всё-таки этот переломный момент произошёл, когда я уже приехала в реабилитационный центр в Солнечногорске, потихонечку в бассейне я начала видеть движение ног, потому что в воде же снимается вся тяжесть с мышц. И мышцы работают... Им легче. Им легче, намного. И я начала видеть какие-то маленькие-маленькие движения, которые впоследствии стали расти, расти, расти. А с кем вы поделились этой радостью? С мамой. Мама была счастлива? Конечно. Она приезжала ко мне на выходные, спала между... ну в палате на полу, на матрасике. В реабилитационном центре. Да. Вот, спала под моей кроватью на матрасике, вот, ходила со мной в бассейн по выходным, но она не могла ездить в будни, поэтому... Но выходные она старалась каждый проводить со мной, и я это очень ценила, мне это было очень приятно. Но это не просто было приятно, это же было нужно. Это было необходимо. То есть вот такая помощь родного человека, самого родного человека, мамы, она была просто необходима. Да, но нельзя исключать тот факт, что при маме всегда хочется покапривничать. То есть немножко мешало? Ну, чисто для себя. Мама, мне больно, мне тяжело делать упражнения. Мне тяжело, я не хочу, можно я погуляю. Погуляю. Ну, на каталочке можешь погулять. То есть можно немножко себя послабить. Да. А что мама делала в таких ситуациях? Мама, мы с ней договаривались. Мы с ней договаривались, какой-то день мы проводили так, как я хочу, потому что... То есть она давала вам отдыхать? Да, потому что всё-таки за 7 дней непрерывной работы. Нужен один день просто, чтобы делать, что хочешь. Всё равно это какое-то движение. Всё равно потом хочется двигаться. Но всё-таки сама... Тот факт, что ты не игрушка, которой надо заставлять постоянно заниматься, работать. А ты можешь тоже что-то выбирать, сказать, я не хочу сегодня это делать. Это очень помогало. И мама вас настраивала на то, чтобы вы возвращались к занятиям? Мы друг друга настраивали. Потому что, когда мне становилось тяжело, она меня подбадривала. Когда ей становилось тяжело, я и Поля, так звали мою сиделку, мы её тоже подбадривали. А что делала в это время ваша волшебница? Она была на даче. Ну вот она там живёт. И я ей звонила, говорила о своих успехах. Она, наверное, был единственный человек, который меня не жалел. Именно в упражнениях. Потому что... Вот ты это сделал, давай ещё. Да, потому что она говорит, вот я к тебе сегодня прихожу, ты должна сесть. Я говорю, как я должна сидеть? Я не могу сесть. Она говорит, ну вот видишь, два ремешка у кровати. Бери их руками, подтягивайся и садись. Вот. Это было очень больно. То есть я около полутора месяцев, наверное, это делала. Ну, безупешно, но делала. Вот. Главное было не останавливаться. Главное не останавливаться. И это было тяжело, потому что, ну, и больно, и как-то, не знаю, мозг говорит, что... Ну как же на холодные мышцы ещё потянешь, что-нибудь давай лучше полежим как-нибудь потом всё. И справиться. Вот. Я... А море? А море шумело. А море шумело в ушах и заставляло двигаться. И заставляло двигаться. И заставляло тянуться к ремням и садиться на кровати через боль, через страдания. Когда у меня уже всё получилось, когда я всё-таки села, я сама подтянулась, я похвасталась маме. Я позвонила волшебнице, сказала, знаете, я села. Она такая, ну, здорово, приезжай, я тебе новые задания дам. Это было обидно, она даже не посмотрела, как это делала. И говорила, ну всё, теперь давай вставать на ремнях. Я говорю, ну как вставать, вы что, я не могу. Говорю, ну сейчас поставим, не переживай. Вот. И это было очень непонятно, потому что все меня жалели, а она нет. Ну, меж тем, это её сухость вроде бы и помогала в большей степени. Это не сухость. Это ни в коем случае не сухость. Такая правильная сухость. Это правильная... Недопуск вот этих неправильных эмоций, да? Недопуск, да, недопуск слабины, потому что человек может намного больше, чем он думает. И то, что пытаешься выжать его до конца, это и ведёт к результату. Ну, а продолжение этой истории через несколько минут. И снова добрый вечер. В эфире программа «Жажда жизни». Меня зовут Катерина Романова. Гость моя Алина Беспалова. Девушка, чья жажда жизни в очень молодом, можно сказать, совсем юном возрасте, достигшем совершеннолетия, тем не менее помогла Алине встать на ноги после очень серьёзного, сложного и практически в некоторых случаях смертельного заболевания. Диагноз, который поставили Алине – синдром Гиена-Борре. Итак, вот успех, который вы испытали с помощью ваших ремешков, вы сели на кровати. И задача, которую поставила вам ваша помощница, доктор, которая помогала вам реабилитироваться, ту, которую вы называете волшебницей, и следующая цель – встать. Как вы шли к этой цели? Я с тех пор, как начала сама сидеть на кровати, я пыталась никогда больше не ложиться. Я до сих пор очень так нервно отношусь к лежанию. То есть ты устала, ляг по леже – это самое страшное, что я могу, наверное, услышать. И поэтому я… с тех пор я не люблю лежать, я сидела. Я всегда, когда появлялось хоть какое-то движение, я старалась его расшатать, как будто, не знаю, как занозу, которая засела, и чтобы её вытащить, надо сначала подёргать чуть-чуть, а потом уже вытащить. И как только я научилась там болтать ногами или, не знаю, поднимать какие-то гантельки, я привязывала себе на ручки такие вот утяжелители специальные, делала очень многие движения именно с ними. То есть просто постоянно двигаться? Постоянно двигаться. Если преодолеваешь какое-то сложное упражнение, значит, добавлять вес, значит, добавлять ещё другое упражнение и постоянно идти вперёд, правильно? Да. Что вами двигало в тот момент? Всё то же море или уже уверенность в себе, что я почти справилась, у меня осталось совсем чуть-чуть? У меня двигало то чувство, что раз врачи говорили, что это будет вначале так сложно, а мне было вроде как на тот момент, мне казалось, что самое сложное уже позади, и впереди теперь только лучшее, только лёгкое, только приятное, и я стремилась побыстрее пройти эту тяжёлую дорогу реабилитации и поскорее уже заняться чем-нибудь приятным. Потому что я видела, что есть результат, есть движение, и то, что он идёт очень быстро, и мне всё это очень нравилось, и я плавала, не знаю, каталась, ну, меня катали, конечно, вот, с большой скоростью, я просила побыстрее, поэтому мама приходила вся мокрая. Рали на колясках, да? Да. А какие эмоции вы испытывали в тот момент, когда вы вот так катились? Это я, поскольку катаюсь на лошадях, езжу на велосипедах, и любое ветер в лицо у меня вызывало именно вот те приятные воспоминания, которые рождают спорт. И эти воспоминания, эти ощущения хотелось переживать снова и снова. Они помогали. А кто вас так быстро катал? Мама, Поля, потом ко мне приезжали друзья. Это было очень смешно, потому что я, мы с самого начала, вот, не знаю, если кто-нибудь когда-нибудь, не дай бог, видел колясочку такую инвалидную, все знают, что у неё сбоку есть ручки. Мы их отстегнули ещё, наверное, через месяц. Вот, это было интереснее, потому что это укрепляло спину. Мы положили сюда такую специальную, как шарик, чтобы было некомфортно сидеть, надо было постоянно задействовать. Ну, как-то двигаться, да? Да, ортопедическая такая штучка, не знаю, как она называется. Вот, и когда ко мне приезжали друзья, они устраивали гонки. Мы гоняли по коридору с крутыми разворотами, и это было очень весело. Ну, вот это веселье всё равно давало силы к дальнейшим тренировкам, или это были просто такие перерывчики? Это были перерывчики. Если честно, я не любила, когда ко мне приезжают, потому что это были мои, хоть несмотря на то, что это были мои друзья и очень близкие люди, которые меня любили, которые пытались поддержать меня, но мне казалось, что у них в голове какие-то неправильные мысли, то, что они уже готовы, не знаю, смириться с моей ситуацией, то, что они уже подписались на то, чтобы катать меня вокруг прудика на колясочке и поднимать на лифте. А вы с ними об этом говорили? Нет. Я не такая, я всего добьюсь. Нет, мне просто было неприятно, я не хотела их обижать, потому что приезжают, проведывают, дарят цветочки, конфетки. Но это тоже могло служить стимулом вам, чтобы преодолеть этот недуг? Да, я очень хотела от них отвязаться, потому что мне не нравились эти сожалеющие взгляды, какие-то слова, утешающие, ну ничего, потерпи мое хорошее, все будет хорошо. И мне это очень не нравилось. Это злило? Это злило, это было неприятно. Я понимала, что люди постараются как лучше, но мне было очень неприятно, что они так говорят, и мне очень хотелось от них поскорее отделаться. И это тоже меня подстёгивало, потому что я видела, как они там, не знаю, приезжают, выходят, ходят, бегают со мной, возятся, и тем не менее говорят мне, ну потерпи, ничего страшного, со всеми бывает. Я же там, не знаю, готова с тобой там гулять. И вы продолжали заниматься. И я хотела их материть носом. То есть задача была такова, я справлюсь, я смогу, и я пробегу ещё дальше, чем вы видели. Да. И получалось? Сначала нет. Потом, как только я уже, я не могла там сидеть безвылазно в этом реабилитационном центре, несмотря на то, что мои родители очень старались. Меня всё равно забирали на несколько недель на дачу. Вот, это давало мне больше сил, больше уверенности, потому что... С каждым таким отъездом у вас появлялись новые прогрессивные шаги. Да, я, допустим, вначале ездила в одной комнате, потом меня... я ездила уже по всему дому. Потом в августе меня привезли на дачу, потому что у меня 7 августа день рождения, и отмечать её в больнице, его в больнице я совсем не хотела. И моя мама на этом настояла, потому что как-то... ну, это неправильно. И мы не хотели портить традицию, и я его отметила дома. То есть вы отменили болезнь на этот день и отметили день рождения с семьёй, с друзьями, даже неделю. На неделю. Целую неделю вы гуляли день рождения. Да, я... мне давали ползать по травке, или сидеть на солнышке, отгоняя мух. Потом, не знаю, из меня мой брат делал Джон Леннона. И... Очки разные примеря. Очки, шляпы, музыку. Вот. И... ну, мне это было приятно, но всё равно мне до конца не нравилось чувство игрушки. Вот. Потому что кто-то может делать самое то, что я не хочу. Или... ну, что-то делать. Ну, что-то делать. Что-то делать. Вот. И как вы боролись с этим? Что вы меняли? Я постоянно делала зарядку. Чуть что. Я... раньше... мне это не нравилось, мне приходилось заставлять себя это делать, но где-то с августа я уже очень часто её делала, буквально три раза в день, утром, днём, вечером, когда только была хоть какая-то минута свободная, я это делала, и мне это нравилось, потому что так я чувствовала то, что, ну, не знаю, в Голливуде же тоже часто делают зарядку. То есть вы себе какую-то картинку, свою сказку нарисовали и в ней жили в этой... Да. И было тяжело, потому что мне было очень тяжело читать то, что всё написано верно про болезнь, что действительно так оно и есть, но в ней есть один бонус. Он хороший и плохой, то, что это не... вот так невозможно жить, если мозг находится в здравом состоянии, потому что мозг постоянно хочет что-то делать. И когда ты не можешь это делать, это очень тяжело. Но эта болезнь даёт такой бонус, что время как будто идёт намного быстрее, как будто замедляется его работа, и я поэтому не могла читать, потому что мне было тяжело, и какие-то логические цепочки строить мне тоже было тяжело. Я многое из того, что мне говорили или то, что я делала, я помню только по воспоминаниям других людей. Я помню основную тропу к выздоровлению, но то, как я себя вела с кем-то, как кто-то вёл себя со мной, я не помню. И я, наверное, не хочу это помнить, это неправильно и неприятно. Можно сказать, что ещё одно правило — это не оборачиваться назад. Всё, что произошло, уже произошло. И нужно идти только вперёд. Да, так оно и есть. Ну вот вы шли вперёд, и когда, в какой момент наступила вот та финишная прямая? Я приехала на дачу за два дня до своего дня рождения. Ко мне пришла моя любимая волшебница, и она такая говорит, ну теперь будем ходить. Я говорю, вы что, как будем ходить? Она говорит, ну как будем ходить? Давай вставай к стене, иди по стенке. Я говорю, я не могу. Она говорит, ну мы с мамой тебя сзади подстрахуем, ты поставь один пальчик, и боком иди по стенке. Это было очень страшно, и сначала они её поставили спиной, потом они её поставили передом, и я злилась. Я не могу сказать, что я ругалась, я никогда не ругалась, никогда не жаловалась, что это тяжело или больно. Ну как-то это, не знаю, унизительно что ли. Вот, и я ходила по стенке, это было очень страшно, потому что мне казалось, что я перевернусь куда-нибудь, упаду, они меня не поймают. Ну вы уже падали, поэтому у вас осталась эта память. Да, два раза. И так вы ходили по стенке, вы тренировались изо дня в день. Да, потом мне дали худунки, я очень радовалась, то что мне их дали, но очень скоро моя радость сменилась недовольством. Я просто быстрее хотела от них отделаться, вот, и я от них отделалась буквально через две недели, потому что я предпочитала ходить по стенке, как-никак, но это намного приятнее, чем с ходунками. Потом с палочками, потом я просила, чтобы мне не показывали эти палки, и когда приходили мои друзья, я их прятала, я не вставала, потому что мне не нравились. То есть мне казалось, что если есть движение, то оно должно быть хорошим, или вообще никаким. Ну, может быть, я была не права, но мне не нравилось, сожалеющие взгляды. И я просила ходить под ручку. Я вместо палки... То есть вместо костылей и палок вы использовали людей? Да. Потом, уже когда становилось ещё лучше, я попросила маму сесть в каталку. Она сначала не поняла, зачем мне это нужно, но потом я решила её катать. Вот, поскольку больница была прекрасная, там круг вокруг неё был около, не знаю, может, километра, вот так. И пока я ходила, все смеялись, все говорили, а, битый не бит, вывезёт, битый не бит, вывезёт. Но это давалось ему, что уже не вы в каталке едете, а вы везёте. Да, и я никто так не делал, мне говорили, что это я первая такое придумала. Потом там была специальная площадка, где... Ну, тут даже не только люди с переломными позвоночниками или с такими, как у меня, болезнями переезжают. Там всё-таки там и с какими-то грыжами и всё такое. То есть это обычный такой реабилитационный центр. И я сделала так, что там поручни для ходьбы были моим станком. Я делала батманы, я знаю, какие-то там плие, вспоминала балет, я же занималась танцами. И меня это давало силу, потому что с каждым днём оно становилось всё лучше и лучше. И это было здорово, я делала результаты, я уже делала те движения, которые делают все. Вот, и не факт, что лучше меня. Хорошо, тогда это было август, сентябрь, октябрь. Когда наступило полное выздоровление, как вы считаете? Полное выздоровление, наверное, вот совсем полное, наверное, в декабре. Но до этого я ходила, мне мама, меня уже в сентябре, 21 сентября, меня забрали из этой больницы. Слава Богу, мне мама купила собаку, большого, ну, щеночка-лабрадора. И она говорила, это твоя собака, ты её корми. Это твоя собака, ты с ней гуляй. Таким образом мама тоже стимулировала вас к действию? Конечно. А собака-то каждый день требует внимания, её нельзя не вывезти на улицу? Щенок, он требует каждый, не знаю, каждый час какого-то действия. То есть ответственность за другое живое существо также помогала? Конечно. Забывать о себе и двигаться? Да, я считаю, что я очень много моему псу обязана, потому что он заставлял меня двигаться, даже когда я не хотела, когда я уставала. Потому что, ну что делать, щенок хочет в туалет, надо идти, хочет есть, надо идти, нагибаться. Потом, после того, как я научилась уже, ну, как-никак, но ходить, мама меня заставляла подметать, мыть пол, вытирать пыль, вот, что-то такое. И это было очень тяжело. И я говорила, мам, я же болею, что ты делаешь-то, зачем мне заставлять... Уже включались эти механизмы, себя пожалеть. Себя пожалеть, зачем мне подметать пол, я не делаю это полгода, я болею. Он говорит, нет, подметай пол, и все. Вот, хочешь танцевать, подметай пол. Так и делала. И в декабре вы совершенно почувствовали, что все, вы можете действовать во все стороны, у вас нет ограничений движения. Я пошла на танцы сначала, на балет, вот, и единственное, наверное, что мне оставалось, у меня очень слабо работала стопа. Я не могла бегать, то есть я могла ходить, но как медвежонок, и это было некрасиво, неприятно, и я решила пойти на балет. Ну, что, кто самый грациозный? Балерина, конечно. Вот, и я с ними занималась, но я, правда, оттуда ушла, потому что меня жалела тренерша, вот. Это была большая ошибка сказать ей, что я болела, потому что она говорила, ну, ты можешь этого не делать. И мне это не нравилось. И потом я вернулась... Делала на зло. Делала на зло. Я вернулась в бальные танцы, я ими занималась еще до болезни, и свою жизнь, если честно, я не мыслю без них. Мне очень нравится ими заниматься. И когда я пришла, я пошла к абсолютно новому тренеру, которого я не знала, который не знал меня, он сказал, слушай, что у тебя с ногой? Ну, ты хочешь, но... Я говорю, ты сломала когда-то. Она говорит, ты что? Я говорю, ну, я просто сейчас ее быстренько разработаю, и все будет нормально. Ну, и... И она поверила. И она поверила. И мне это очень нравилось. Мы до сих пор играем в такую игру, то, что у меня иногда болит нога. Но, на самом деле, у меня она болит не потому, что я ее сломала, потому что она... Ей тяжело все-таки мышцам такие нагрузки, там, не знаю, 10 раз подняться на носочек, на одной ноге. Но мне нравится, что она ничего не знает, потому что она бы тогда меня жалела. Сейчас-то ничего, сейчас я все могу. А тогда это было важно для меня. И когда вы пришли на танцы? Я пришла в январе на танцы. В январе. Уже этого года? Уже этого года. Да. И мы стали с ней заниматься, мы стали вспоминать какие-то азы, чему меня учили. И то чувство, которое я испытываю, когда танцевала раньше, оно начало меня заново навещать. И мой молодой человек со мной танцевал. И до сих пор танцует он. Ну, у него профессиональный класс. И он очень часто на меня ругался и говорил, да ладно, куда тебе от фразы, куда меня, меня бесили. Как это, куда мне? Мне туда. Мне к звездам. Вот. И в итоге сейчас получилось, что я танцую, улучшу его партнера. Вот, и таланта мне больше, как он мне говорит сейчас. И это очень приятно, потому что... Вы испытали чувство гордости? Да. А то, что вы сделали с собой, это подвиг? Я считаю, что это нормально. В этом нет ничего героического, потому что, мне кажется, что нет, делать этого, это странно. Потому что... Жалеть себя странно. Жалеть себя странно, потому что, когда есть, когда тебе надо буквально, не знаю, несколько месяцев надорваться, но потом жить нормально. И, не знаю, ходить в университет, заниматься танцами, ездить на лошадях. И иметь будущее в этой жизни. Иметь будущее. И видеть что-то шире и лучше, потому что всё-таки люди, которые перебаривают такое, они... По-другому относятся к жизни. По-другому относятся к жизни. И мне кажется, не делать что-то такого, чтобы исцелить себя, это очень глупо. Так же, как полагаться на то, что врач — это авторитет, это тоже очень глупо. То есть, ни врачи, ни даже Господь Бог, несмотря на веру в Него. Самое важное — это поверить в себя, постоянно много работать и добиваться того результата и воплощения мечты. Конечно. Вы были на море? Да. Когда? Я была на море, я вернулась буквально четыре дня назад. То есть, этим летом Вы воплотили свою мечту, несмотря на то, что всего лишь полтора года назад с Вами случилась эта страшная история. Да, мы поехали с мамой, сидели на море, вспоминали, как было в прошлом году. И нам так стало хорошо и приятно. И мы вспоминали тех людей, которых мы видели в больнице. И те, которые смотрели на меня как... Я не знаю, они на меня смотрели как... Как неверующие. Как неверующие. Они... Ну, во-первых, я с ними не общалась. Они... Я им не нравилась, потому что чуть что, я сразу в зал, чуть что, я сразу в бассейн, чуть что, я не могу, я заниматься. И они не понимали. Они говорят, ну, врачи же с тобой работают. Я говорю, ну, мало работают. Они говорят, таблетки пьёшь? Я говорю, я не пью таблетки. Мы спрашивали, почему? Я говорю, я... У меня от них хуже. Я их не пью, я не хочу их пить. Я понимаю, что это странно и, ну, может быть, это неправильно, но я не хотела это все делать, потому что это означало бы... Ну, таблетки кто пьёт? Больные. А я-то не больная. В общем, неверие в свою болезнь, большое усердие и помощь родных людей поставила Алину Беспалову на ноги. И на этих ногах она прекрасно двигалась сегодня по коридорам нашей радиостанции, замечательно улыбалась и фотоаппарату, и мне, и всем, кого встретила на пути, и живёт полной жизнью, чего и вам советуют. Программа «Жажда жизни» Екатерина Романова. До следующей встречи.